Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведущий Роман Полинсков, как обычно, в это время на телеканале Универтв. И, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта прямо сейчас для тебя. Смотри внимательно! Начинаем сегодняшнюю программу с баскетбола. 21 декабря на паркете спортивного комплекса «Уникс» сборная Казанского федерального университета принимала у себя сборную Казанского государственного энергетического университета. За противостоянием двух фаворитов следила наша съемочная группа. И как там все было, узнаешь прямо сейчас. 21 декабря женская сборная Казанского федерального университета по баскетболу принимала на паркете «Уникса» команду Казанского государственного энергетического университета. После обидного поражения от сборной Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма проблем с настроем у черно-белых не было. Проанализировав все ошибки, дружина КФУ вышла на паркет с четкой целью – взять пять очков и показать красивый баскетбол. Однако ожидать от третьей команды дивизиона простой игры не стоило. Первый мяч этой встречи забросила Дарья Суботина, команда КГУ. И до половины четверти игра шла на равных, пока два очка Марии Тимофеевой не вывели федерала вперед. Итог первой десяти минутки 16-10 в пользу КФУ. Со второй четверти КГУ стали плотнее играть в защите, создавая плотный трафик у кольца. Но подобного рода тактику своего оппонента федералы решили обратить в свою пользу и в этой четверти забили три трехочковых. Последние две десяти минутки прошли по одинаковому сценарию. Сборная КФУ хорошо работала в нападении, но с легкостью пускала соперных в свою зону. Сложная игра закончилась в пользу команды федерального 69-53. Больше всех очков за игру набрала нападающая сборная КФУ Екатерина Гайнудинова 16 очков. София Чугунова, Гульсияр Сайфулина. Неделя спорта. Теперь говорим о волейболе. В спортивном комплексе Тизуче в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан сборная команды Казанского государственного архитектурно-строительного университета принимала у себя соперников из федерального университета. Тимур Файзулин подробнее расскажет о данном матче. 22 декабря в спортивном комплексе Тизучи состоялся очередной матч в рамках студенческой волейбольной лиги между командами Казанского федерального университета и Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Перед началом поединка тренеры дают установку своим подопечным. Игра еще не началась, но уже понятно, что обе команды настроены решительно. По результатам жеребьевки первыми подает команда КГСУ. В самом начале сета архитекторы лидировали, обгоняя федералов на 5 очков. Однако их лидерство длилось недолго. Команда КФУ берет инициативу в свои руки. И вот, напряженный первый период заканчивается со счетом 25-19. Пользовали болистов Казанского университета. Вторые и третьи периоды были менее напряженными. Игроки федерала в первом сете уверенно держались на своих позициях. Но иногда КГСУ все же удавалось оторваться на пару очков. Так, например, на шестой минуте третьего периода вперед вышла команда строителей со счетом 11-8. Взяв тайм-аут, тренер сборной КФУ Артем Григорьев указал девушкам на их ошибки и объяснил, какую тактику следует применить. После чего команда федералов снова вырвалась в лидеры. Таким образом, второй сет окончился со счетом 25-14. И третий решающий со счетом 25-16 в пользу команды Казанского федерального университета. Это была наша шестая победа в рамках студенческой волейбольной лиги. И по итогам первого тура мы идем на первом месте. Сегодня мы играли с командой строительного университета. И не скажу, что было все очень легко. Были и свои какие-то трудности. Но думаю, что все выложились на 100%. И все удалось реализовать. Общий счет 3-0. А это значит, что в этом сезоне в копилку КФУ падает уже седьмая победа подряд. Тимур Файзулин, Виктория Степина. Неделя спорта. Далее у нас на очереди фитнес-аэробика. На этот раз прекрасные девушки под руководством Ларисы Маслой выступали на большой сцене концертного зала «Уникс». Как со своими самыми лучшими, так и с новыми программами. О данном мероприятии подробнее тебе расскажет Владислав Сергеев. Новый год – это праздник, который принято проводить в кругу близких. Федерация фитнес-аэробики понимает это как нельзя кстати. Она собрала на огонек сборные аэробики со всей Казани и их семьи, чтобы отметить праздник и получить заветные подарки. Главным подарком послужил новогодний концерт. Творческие коллективы показали лучшие мира, продемонстрированные на чемпионатах Европы и мира. Сегодня наш праздник. Это мероприятие приурочено для подготовки команд к предстоящей спартакиаде вузов Республики Витарстан, которая состоится 18 февраля. Открыла программу команда Казанского федерального университета со своей творческой постановкой. Посвящена она молодому поколению, активу, задающему фон нашему государству. Это номер по аэробике, посвященный нашему государству России. Задумка какова? Задумка. Новое поколение стоит тоже уважать и к нему тоже стоит прислушиваться, потому что мы – будущее страны. Выступали представители и других творческих коллективов. Особенно ярко смотрелись малыши. Юные звездочки собрали наибольшее количество аплодисментов. Своими маленькими ропотными движениями они привели в восторг зрителей и старших спортсменов, которым ничего не оставалось, как верить в будущее малышей. Ведь совсем скоро они займут их место и будут завоевывать награду на чемпионатах Европы и мира. Владислав Сергеев, Василий Садзюба, «Неделя спорта». Ну а мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сейчас у меня в гостях наш футбольный обозреватель Александр Дегтярев. Саша, тебе привет. Привет. Саша, зачем я тебя позвал? Я хочу с тобой обсудить две вещи. Во-первых, это матч за Кубок Казанского федерального университета. И потом мы еще с тобой одну вещь обсудим, которую я потом уже подведу. Давай сейчас по Кубку КФО. Что можешь сказать по этому турниру? Ну, в целом, если говорить сейчас о матче финала, на нем, я так помню, был еще и ты. И ты, наверное, со мной согласишься. Исход не самый закономерный. Команда, которая, а именно эконом, которая владела мячом больше 70% времени, в итоге победу одержать не смогла. Но со всем, что происходило там, на поле, я абсолютно согласен. И, наверное, все-таки из ФНИМ команда победившая была более этого достойной. Хорошо. Ну что ж, ты уже сказал один спойлер о том, кто победил. Но это и так, по-моему, всем известно. Сейчас, друзья, предлагаю вам посмотреть сюжет от Александра Дегтярева, который он подготовил специально для вас о финальном матче Кубка Казанского федерального университета по мини-футболу. Затем мы продолжаем нашу программу обсуждения. До чемпионата мира FIFA в России еще далеко. Но Казанский федеральный университет живет спортом. И вот сейчас традиционный розыгрыш Кубка Ректора, в котором в финале примут участие сборных Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и сборная Института управления экономики и финансов. Футболисты добирались до финала очень непохожим путем. Экономисты, как один из фаворитов турнира, обыграли на своем пути команды Института психологии и образования Химического института и Института математики и механики, в среднем забивая по семь мячей за игру. А вот СФН в тяжелом полуфинальном матче одолел на тот момент еще действующих обладателей Кубка КФУ, команду Института физики, и сделал это только в серии пенальти. Первый тайм прошел под контролем мяча со стороны экономистов, но владением в первом тайме обладатели Суперкубка и ограничились. Создав множество моментов, ни один не был реализован. Журналисты, отзащищавшись весь первый тайм, провели нехитрую комбинацию в его концовке. Пас вратаря нашел Ивана Евсеева, и момент завершился голом, что было не совсем логично по ходу игры. Начало второго тайма показало, насколько сильно экономисты хотят завладеть Кубком, да еще и оборона Института социально-философских наук начала пропускать выпады соперника гораздо чаще. Еще до середины второго отрезка эконом вышел вперед. Голы на счету Владислава Коплунова и Антона Тимохина. В матче угасала интрига, и казалось, что эконом все же удержит преимущество. Но разящая контратака и гол Максима Евстафьева сравнивает счет и интригу возвращает. Следующий гол в этом ярком матче снова был на счету из снимка. Никита Бычков наказывает соперника. В концовке встречи экономисты выпускают пятого полевого игрока и создают шикарный момент для взятия ворот, но не реализуют их. Ну а из снимка снова отвечает голом. Капитан команды Денис Давыдов забивает мяч в пустые ворота и устанавливает окончательный счет. 4-2. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций новый обладатель Кубка университета по мини-футболу. Лично я верил в нашу победу с самого начала турнира. Я знал, что в финале на нас никто не ставил, но мне было на это наплевать. Мне было главное, что я верил в нашу команду, что каждый из нас верил в себя. Мы заслуженно победили. И даже несмотря на то, что мы по ходу матча проигрывали 2-1, мы показали чемпионский характер и заслуженно выиграли Кубок. Ну что ж, вот такой у нас удался сюжет. Поздравляем Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций с победой. Наконец-таки они выиграли спустя несколько лет, потому что в последний раз мы вроде брали в 2014 году этот Кубок. В прошлом году могли, конечно, взять, но, увы, физики 4-0 нас одолели. Ну, в прошлом году это была совсем другая команда, и физики были абсолютно другие. И в этот раз мы в целом с физиками провели достаточно сложный матч сборной нашего Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Выиграли же они в итоге по серии пенальти и прошли за счет этого матча в финал. Ну, а в целом в финале команда, которая больше хотела, даже от обороны, одержала победу просто потому, что ребята могут. Ну, а сейчас, друзья, мы переходим к нашей рубрике, которую мы открыли. Это лучший спортсмен года 2017 года по версии программы «Неделя спорта». Ну что ж, сейчас мы с тобой подведем итоги голосования, которые мы устраивали в нашей группе по ВКонтакте. Итак, в финал у нас прошли Антонина Терентьева, человек, который представляет юридический факультет и, можно сказать, капитан нашей сборной по волейболу. Так оно и есть. Да, и Фарид Садреев, ты его должен знать, это вратарь по большому футболу Казанского федерального университета и вратарь мини-футбольной сборной Института управления экономикой и финансов, который почему-то не участвовал в прошлом матче. Ну, в целом они давно уже не используют его в качестве своего основного вратаря, что для меня, честно говоря, неизвестно. Но я думаю, это футболист очень высокого уровня. По крайней мере, на студенческих играх это футболист, который достоин внимания общественности. Ну что ж, теперь настало время уже назвать результаты голосования. Итак, друзья, финал у нас остановился сегодня в 10 часов утра и на этот момент проголосовало 4419 человек. Из них за Антонину Терентьеву отдали голоса 1925 человек, а за Фариду Садреева 2448 человек. Ну что, и означает то, что Фарид Садреев победитель в номинации «Лучший спортсмен года» 2017 года по версии программы «Неделя спорта». Что ж, Саш, мы его, наверное, поздравляем. Я абсолютно согласен. Поздравляю, это заслуженное достижение. Ну что ж, подведем итоги уже. То, что 45 выпусков мы в эфире, плюс еще 4-5 выпусков, я уже не помню, сколько мы с тобой описали по поводу Кубка Конфедерации. Я думаю, для нашей программы это еще не предел. И то, что мы устроим еще какие-то голосовалки, надеюсь, это будет. Обязательно. Ну что ж, друзья, на этом все. Мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо за то, что целый год вы были с нами. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья, любви и так далее, и тому подобное. И чтобы, самое главное, вы были самыми спортивными и попадали в выпуски нашей программы. Для вас ее вел Роман Полинсков. В гостях у меня сегодня сидел Александр Дегтяров. Саша, тебе большое спасибо. Всегда пожалуйста. Увидимся уже с вами в следующем году, 16 января. Выйдет уже 46 выпуск программы «Неделя спорта». И в ближайшее время, в ближайших выпусках, сам Фарид Садриев придет к нам в студию, где мы ему вручим тот трофей, который он и заслужил. Вот такая у нас вылазь «Неделя спорта». Что будет дальше, посмотрим. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»